Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Алла Лайкова. Смотрите выпуски. В Котласе продолжается ремонт дорог. Что удалось сделать на сегодня? Скорость и адреналин. Госавтоинспекция провела рейд по нарушителям мотоциклистам. Работа в колонии какая она? Дети сотрудников ИК-4 познакомились с местом службы своих родителей. Уже несколько дней в Котласе стоит жара и горожане потянулись к водоемам ловить солнечные лучи. Излюбленное место отдыха Северная Двина в районе кафе Серебряный дождь. Сейчас разгар рабочего понедельника, но на Северной Двине в районе Серебряного дождя десятки отдыхающих котлашаний ловят короткое северное лето. И несмотря на то, что пляж здесь не обустроен, приходят сюда. Официального пляжа в Котласе давно нет, но это территория у Северной Двины – излюбленное место. Берег грязный, вода с виду тоже, но в черте города это единственная прибрежная зона, поэтому куда деваться? Приходится загорать здесь. Сегодня второй день, получается, кайфуем от солнышка, от погоды такой. Ну и как вам здесь условия? Конечно, никак, пляжа нет, а мы тут на уголочке, где еще более-менее есть песочек, но вот пытаемся позагорать. Я на пенсии, вот внучка у меня, дочка вот загорает. Сегодня у нее выходной, так что и пришли сюда, тепло и хорошо, и жарко, и солнышко. А куда еще идти-то? Только сюда. Ну и как вам здесь? Очень нравится вчера, здесь были и вот сегодня. Первый раз из семьи выбрались, погода теплая стоит. Ну, пляж грязный, а так вроде бы ничего. И вот у берега вот вода очень, и мусор, и бутылки. Бутылки мы пособирали вот у нас там вот в ведерке зелененьком. Очень хорошо, вода теплая, все нормально. На солнышке в этом месте сегодня нежились и малыши, и взрослые. Кто-то, выехав на семейный пикник, даже жарил шашлыки, а самые смелые рискнули искупаться. Наверху не холодно, а тепло, потому что солнце греет. Вот, если поглубже плавать, то будет холодно. Вода такая грязная. Ничего страшного. Дома помоешься, да? Нет, выживем. Честно говоря, первый раз пришли сюда лет, наверное, за 20, если не больше. Так что, ну, конечно, грязновато. Хотелось бы, чтобы было все более оборудовано, почище. Но, тем не менее, ребенку купаться разрешаете. Почему? Очень сильно просится. Прям очень ей надо окунуться, поплавать. Уже хочется лета, моря, отдыха. Кстати, сегодня Котловский отдел Роспотребнадзора получила результаты проб, грунта и воды в этом месте. И они довольно оптимистичны. Проба воды и грунта соответствует по микробиологическим показателям. И также соответствует пробы по паразитологическим показателям. Однако, не готовы еще результаты по санитарно-гигиеническим показателям. Ожидается где-то, может быть, 5-6 числа. То есть, купаться можно? Относительно, да. Что касается облагораживания территории. Как нам рассказал владелец кафе «Серебряный дождь», раньше он устанавливал здесь теневые грибки, урны, раздевалки. Но только после того, как прибрежную зону, владельцем которой является муниципалитет, выравнивала служба благоустройства. Но пару лет назад, после того, как грейдер застрял на берегу, техника коммунального предприятия перестала ровнять берег. И благоустройство на этом закончилось. Мы дозвонились до начальника комитета дорожного хозяйства Игоря Рогатых. И он заверил, что до конца этой недели подведомственное ему предприятие сделает планировку берега фронтальным погрузчиком. И тогда отдыхать в этом месте горожанам будет гораздо комфортней. В Котласе продолжается ремонт дорог. Котласская ДРСУ выполнила работу на двух участках по проспекту Мира. От улицы 70 Л. Октября до Ушинского и от Мелентьева до Достоевского. Здесь были произведены работы по фрезерованию, укладке нижнего слоя и верхнего слоев асфальта. В пятницу завершились работы по фрезерованию на участке от улицы Толстого до Фрунзе. За выходные здесь был уложен выравнивающий слой асфальта. Сегодня рабочие приступили к укладке верхнего слоя. Также сегодня фреза работала на Ленина на участке от проспекта Мира до Котласга сервиса. До конца недели работы здесь будут завершены. На следующей неделе в Вычигодском начнется ремонт тротуаров и дороги по улице Ульянова. А после 15 июня рабочие ДРСУ приступят к текущему ремонту в Лименде. Продолжается и ямочный ремонт дорог. К нему служба благоустройства приступила 21 мая. Заплатки появились на Багратиона, Конституции, Кузнецова, на перекрестке Невского, проспект Мира. Израсходов на 120 тонн асфальтобетонной смеси осталось еще 752 тонны. Сегодня муниципальное предприятие приступило к работам на улице Ленина. Также в планах до конца недели охватить ямочным ремонтом улицу Черкова. Заделывают ямы и с помощью автомобиля Матпатчер уже израсходовано 6,5 тонн эмульсии. Летний сезон – пара активности мотоциклистов. А вместе с этим растет количество нарушений правил дорожного движения. Накануне в Котласе сотрудники госавтоинспекции провели рейд по мототранспорту. Ветер, скорость, адреналин. Лето – самая излюбленная пора для мотоциклистов. В этот же период увеличивается и число нарушений ПДД и количество аварий. Сотрудниками госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением транспортной дисциплины водителями мототранспорта. С начала мотосезона сотрудниками отдела госавтоинспекции в МВД России Котовске выявлено 55 нарушений правил дорожного движения водителей мотоциклов и мопедов. Из них 7 водителей были задержаны за управление мототехникой в состоянии опьянения, а 14 – за управление транспортными средствами без права управления. Наша съемочная группа совместно с сотрудниками госавтоинспекции выявляла нарушителей на дорогах нашего города. Нарушаете вы, не нарушаете? Не, нарушаем. А как вы вообще относитесь к своим сверстникам, которые, ну, нарушителям? Вы им посоветовали сказанным? На права сдать, купить подобный мотоцикл один, кататься нормально. А что круче, машина или байк? Ну, мотоцикл для души, это, как говорится. Машина есть машина, у меня тоже есть автомобиль, как бы. А тут другие ощущения маленько, как бы. Ну, скорость, адреналин. Еще не остановлюсь. Боже, а про вас остановлюсь. В последнее время в моду вошли питбайки, но скутеры и мотоциклы остаются в топе у подростков. Как правило, опыта у молодых гонщиков мало. Отсутствует страх перед скоростью, пересиливает и желание шикануть перед сверстниками. Поэтому именно они чаще попадают в аварии. В результате серьезные травмы и увечья. Иногда ДТП заканчивается летальным исходом. Недавняя авария с участием подростков произошла в Коряжме, в результате которой пассажир мопеда доставлен в Коряженскую больницу с увечьями. Водитель получил более серьезные травмы и санавиацией его направили в область. А что бы вы посоветовали ребятам несовершеннолетним? Ну, аккуратнее на дорогах ездить. И хотя бы минимальная защита, чтобы была. Госавтоинспекция обращает внимание родителей на одну из важнейших тем управления транспортными средствами несовершеннолетними. И напоминает, что на скутере и мопеде имеют право ездить лица, которым исполнилось 16 лет. Обязательно наличие водительского удостоверения категории М. Владельцам кроссовых мотоциклов следует помнить, что их железный конь – это спортивный инвентарь. Выезд на таком мотоцикле на городские дороги запрещен. А твои родители вот как к этому относятся? Не боятся за тебя? Немного. Переживают только. Папа тоже любит. Он поддерживает. Любишь кататься – люби и саночки возить. Госавтоинспекция еще раз напоминает, что за управление транспортным средством без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч. Ну, а если вы дали покататься кому-то, а у человека нет прав, вас обяжут выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. В городской администрации прошла комиссия по распределению маленьких котлашан в детские сады. С 1 сентября в детские сады города пойдут 462 ребенка. Еще 46 мальчишек и девчонок, по заявлениям родителей, будут переведены из одного садика в другой. Родителям детей, которым выделили места в дошкольных образовательных учреждениях, необходимо получить направление. Их будут выдавать 4, 5, 6 июня в 301 кабинете городской администрации с 9 до 16 часов, обед с 12.30 до 13.30. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Тем родителям, у которых не получится получить направление в эти даты, можно забрать их в 301 кабинете в любой вторник. Информацию по комплектованию можно получить по телефону 208-23. Далее мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Воспользуйтесь возможностью сделать заказ прямо у экрана. Отсканируйте QR-код. Удобный повседневный рюкзак подойдет на все случаи жизни. В лагерь, на тренировку, в дорогу или на работу. Сканируйте, фотографируйте, переходите по ссылке и оформляйте заказ. Квадроциклы CFMoto. Техника для настоящих путешественников. Широкий модельный ряд, универсальные характеристики и надежность в эксплуатации, подтвержденная множеством российских и международных экспедиций. CFMoto – это оптимальное сочетание цены, качества, доступности запчастей и технической поддержки. Весь модельный ряд техники CFMoto, а также широкий спектр дополнительного оборудования и аксессуаров у вашего официального дилера. Провести в свой дом газ возможно благодаря федеральной и региональной программам догазификации. Какие меры социальной поддержки действуют в Архангельской области в рамках проекта, каков алгоритм подачи заявлений и кто может рассчитывать на субсидию, узнаем прямо сейчас. Федеральная программа догазификации активно реализуется в Котласе, Коряжме и Котласском районе уже на протяжении нескольких лет. Напомним, что домовладельцам предлагается бесплатная прокладка газовой сети до границы участка. На сегодня компания Котласгазсервис осуществила 602 подключения до границ участков. Из них 509 домов уже начали потреблять голубое топливо. По федеральной программе догазификации в Котласе подключено два объекта, в Коряжме – один. Кроме того, в Архангельской области действуют дополнительные меры социальной поддержки граждан. Это субсидия на приобретение и установку газоиспользующего оборудования, выполнение работ внутри границ земельного участка при догазификации домовладения. Субсидия предоставляется не более одного раза в течение трех лет в размере не более 100 тысяч рублей в отношении одного домовладения однократно. Получить субсидии могут льготники. Их список, по словам Татьяны Залужской, довольно большой. Это прежде всего малоимущие граждане, многодетные семьи, инвалиды первой группы, лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, а также это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны, члены семьи погибших, умерших, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. В отличие от единовременной выплаты, у субсидий есть ряд преимуществ. Субсидия может покрыть либо полностью расходы на газификацию домовладения, либо большую часть этих расходов. Место жительства у нас не является одним из условий для получения субсидий. То есть гражданин может быть зарегистрирован как на территории Архангельской области, так же и в другом регионе. Такой субсидией можно воспользоваться неоднократно. Она действует раз в три года, что удобно, имея в собственности несколько домовладений. Основное условие – оно должно находиться на территории нашей области. Определив свою категорию в списке льготников, можно подать заявление в газораспределительную компанию, заключить с ней договор, а после обратиться в отделение социальной защиты. Житель Котласа в июне и декабре прошлого года решил обогатиться за счет своих знакомых. И похитил с их банковских счетов деньги. Мужчина стал богаче на 54 тысячи рублей. Кроме того, злоумышленник, уже имевший судимость за езду в пьяном виде, вновь совершил аналогичное преступление. Приговором Котласского городского суда 39-летний житель города Котласа признан виновным в совершении двух преступлений. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, создавая наказание в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 4 года. Дети сотрудников исправительной колонии номер 4 познакомились с работой своих родителей. С подробностями Вероника Цыкина. Мероприятие прошло в рамках Международного дня защиты детей. Дети сотрудников четвертой колонии узнали, как проходит служба их родителей, как строится их рабочий день, с чем мамы и папы сталкиваются ежедневно. Мы покажем сегодня работу специальной служебной собаки. Ребята у нас посмотрят, как проходит сборка, разборка оружия, примерят на себе средства индивидуальной защиты. Попробуют себя в роли пожарного, оденут специальную одежду, потушат пожар. Подержать в руках и разобрать настоящее оружие мог любой желающий. Особый интерес, конечно, проявили мальчишки. А вот примерить на себя средства индивидуальной защиты было не так уж легко. Тюм очень тяжелый, палка тоже. В шлеме жарко. Что тяжелее? Это бронежилет? Бронежилет, да. А щит тяжелый? Ну, щит, конечно, он самый тяжелый, я думаю. Ну, в шлеме еще нормально, в шлеме еще хорошо. Только жарит немного, конечно. Ну, в целом, мне понравилось. Знакомство с работой служебной собаки – одна из зрелищной части мероприятия. В пожарной машине для нее спрятали сюрприз, который ей предстояло найти. К восторгу детей хорошо обученный лабрадор справился со своей задачей на отлично. Свою меткость ребята проверили в тире, им разрешили пострелять, а вот почувствовать себя пожарными захотели практически все. И те, кто примерял амуницию огнеборца, и кто поливал из шланга и бегал под брызгами воды. После прокатились на пожарной машине, заправили ее водой. Мероприятие закончилось чаепитием с пирогами. 6 июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Котловский дворец культуры и драматический театр приглашают горожан к участию в проекте, посвященному солнцу русской поэзии. В этом году отмечается 225-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мы хотим громко отпраздновать юбилей поэта, поэтому приглашаем вас, дорогие зрители, 6 июня на совместное мероприятие Котловского драматического театра и Котловского дворца культуры. В этот вечер состоится городской конкурс стихов и прозы «Читаем Пушкина», на котором будут декламироваться произведения автора. Начало в 16.00. А после состоится последний показ спектакля «Маленькие трагедии», поставленный по циклу коротких пьес Александра Сергеевича Пушкина. Начало в 18.00. Итак, еще раз всех приглашаю 6 июня на конкурс и спектакль во дворец культуры города Котлоса. Приходите, мы ждем вас! На сегодня это вся информация о новости нашего города. Смотрите на сайте kotloss24.ru и в одноименной группе ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Хорошего завершения вечера. Увидимся! Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет». Это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Великий Устюг. Виноградова 44. Котлос. Маяковского 47. Во вторник, 4 июня, в Котлосе будет малооблачно. Возможно, осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем около 28 градусов. Ночью до плюс 15. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление значительно ниже нормы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова